Сегодня депутаты Мурманской областной думы решали задачи разных уровней. Тактически, как помочь не замерзнуть жителям поселка Урагуба, который состоит всего из восьми домов, а топливо осталось на считанные дни. И как обеспечить кировчан качественной водой, из кранов которых до недавнего времени текла ржавая. Решали депутаты и стратегические задачи, например, каким образом лучше сверстать бюджет области. Не забыли народные избранники и о себе, точнее о зарплатах своим помощникам. У каждого из депутатов их может быть до пяти человек, а вот сумма зарплаты одна на всех. В таких условиях народные избранники иногда должны решать, принимать на работу несколько помощников, но платить мало или одного, но высокооплачиваемого специалиста. Вопросы оплаты труда людей у власти депутатами рассматриваются не впервые. Критику со стороны общественности прокуратуры вызвало решение о зарплате чиновников. Народные избранники говорят, речь идет не о заоблачном повышении оклада, а о премиях. И только для квалифицированных работников. Даже оппозиционные депутаты на этот раз согласны. Депутаты не получили надбавки, о чем сегодня все пытаются говорить. Не получили надбавки. Они получили, в соответствии с этим законом, возможность руководству Думы, губернатору, то же самое гражданские служащие, вводиться премиально. То есть, если человек хорошо работает, получи поддержку в виде премии. Если нет, ты ее не получишь. Что же касается помощников депутатов, то их работодатели уверяют, что сотрудникам зарплата не поднималась уже давно. Кстати, каждый депутат вправе иметь до пяти помощников, а может ограничиться и одним. Вот сегодня фонд оплаты труда этих помощников 8 и 6 тысяч рублей. Разделите на пять человек, сколько на одного приходится. Ну, сейчас я вам скажу, получается 17 тысяч рублей. Ну, в полтора раза выше прожиточного минимума. Ну, вот считайте, много это или мало. То есть, это вы уж сами оцениваете. От частного к общему. На заседании депутаты сразу в двух чтениях приняли поправки к бюджету этого года, чтобы не осталось неосвоенных средств. Анастасия Карева, Максим Петровичев, Арктик-ТВ.